Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет Джим Коллинз «Как гибнут великие» и «Почему некоторые компании никогда не сдаются» От автора Чувствую себя удавом, проглотившим два арбуза сразу Изначально я собирался создать лишь статью, несколько отклонившись в сторону от предмета подготовки своей очередной большой работы о том, чего стоит выстоять и победить, когда ситуация выходит из-под контроля Этот труд основан на результатах шестилетнего исследовательского проекта моего коллеги Мортена Хансена Но вопрос о том, почему гибнут великие компании, перерос рамки статьи Я собирался было отложить эту работу, как вдруг великие компании начали рушиться одна за другой, словно огромные костяшки домино Сочиняю эти строки 25 сентября 2008 года Глядя на очертания Манхэттена из иллюминатора аэробуса авиакомпании «Юнайтед Эрлайнс» И не переставая удивляться масштабу происходящих катаклизмов Инвестбанк «Бэр Стернс», находившийся на 156 месте списка «Фочин 500» Вылетел из него и был приобретен банком «Джи Пи Морган Чейз» Причем эту спасательную операцию подготовили всего за одни выходные После 158 лет успешного роста обанкротился инвестиционный банк «Лимон Бразерс» Сильно пострадавшие Фенни Мэ и Фредди Мак выжили только благодаря помощи правительства Мэрил Линч, символ медвежьего тренда, был куплен конкурентом Приближавшееся банкротство «Вашингтон Мьючелл» обещало стать крупнейшим в истории банковской системы США «Вашингтон Мьючелл» – банковский холдинг, существовавший с 1889 по 2008 год В 2008 году «Вашингтон Мьючелл» потерял 95% своей стоимости и был объявлен банкротом Принадлежавшие ему депозитные активы были проданы «Джи Пи Морган Чейз» Правительство США приступило к самому массированному выкупу активов частных компаний За последние семь десятков лет в отчаянной попытке предотвратить новую Великую депрессию Хочу пояснить, что эта аудиокнига не о финансовой панике 2008 года на Уолл-стрит И в ней не найдете рассказы о том, как восстановить разрушенные механизмы рынков капитала Истоки этой работы уходят гораздо глубже в прошлое Еще за три года до этих событий я начал интересоваться, почему гибнут сильные компании В том числе те, которые мы признали великими при подготовке книг «От хорошего к великому» Джим Коллинз «От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет» Издательство Манн, Иванов и Фербер. 2012 год И построенный навечно Джим Коллинз «Джерри Порос». Построенный навечно. Успех компаний, обладающих видением Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 2005 год Цель нынешней работы – предложить слушателям научный анализ механизма упадка великих компаний Даже тех, которые казались несокрушимыми Чтобы у их руководителей было больше шансов избежать столь трагической судьбы Своим появлением на свет эта работа обязана не тем, что крах некогда могущественных компаний Якобы вызывал желание позлорадствовать А стремлению проанализировать опыт и научиться применять его в соответствующих ситуациях Изучив пять стадий упадка, которые обсуждаются в аудиокниге Руководители компаний могут значительно снизить риск их крушения и превращения из идолов в изгоев Гибели компании можно избежать, если вовремя обнаружить опасные признаки И пока вы не оказались на пятой, фактически гибельной стадии, этот упадок можно остановить Да, порой великие гибнут, но иногда им удается возвратиться к жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok